тут есть много плюсов во первых будет будет во первых она будет друзья и все будет и хватит поднимает настроение потому что ну и в третьих и дает какую-то полезную необычную информацию и сегодняшний день не исключение уже что-то там тянетку а заставка будет все нормально сейчас замечательно Так. Телефончик. Утро, друзья. И Анна Голицына. Я готова. Каждый вторник и четверг с 7 утра на волне Таван Радио и в эфире национального телевидения Чувашии поднимают настроение и заряжают позитивом. Теперь нас не только слышно, но и видно. Традиционно уже доброго, бодрого утра. Мы начинаем наше замечательное шоу в студии по-прежнему Анна Голицына. И Максим Попов. Вот хорошо ты отметил. Замечательное шоу. Есть очень много плюсов. Во-первых, действительно, будет. Будет во всех смыслах слова. Друзья, мы просыпаемся. Мой, например, день начался в 5. Мой в 4.30. Ой, браво, браво, аплодируйте с той, что интересно будет в 4.30 вечера, но это до этого еще далеко. А пока что много переди интересного обещает и наш шоу. Да и вообще, я надеюсь, этот день. Да, во-вторых, поднимает настроение. Это проверено и доказано. Но и в-третьих, даже чему-то учит. Потому что у нас здесь всегда гости. Интересные, яркие, которые что-то покажут даже своими руками. Ну, я так забежала немного вперед, не буду раскрывать всех секретов, Максим. Ну, всех секретов ты еще и не раскрыла. Да, тема дня у нас сегодня интересная. Какая? Пока не будем говорить. Повесим, так как мы любим говорить, интригу. Но я хочу сказать, что до боли знакомая, но тем не менее, стоящая много в себе секретов и всего интересного. Об этом впереди поговорим. Ну, а пока что, друзья, просыпаемся вместе с нами, пьем утренний кофе, чай и, конечно же, бодримся к этому новому дню. Музыкальный фауз. Если ты поверишь небесам, Ты откроешь сердце, знаешь сам, Пусть тебе укажет эта музыка. Эту тайну просто разгадать, Если ты поверишь, будешь знать. Просто посмотри в мои глаза. Мой ангел машет крыльями, Ты скажешь, это немыслимо, Счетные минуты, нету границ, Лети, лети, лети. Ты моя музыка, Ты не иллюзия моя, Лети, ты моя музыка, Ты моя лучшая моя, Если горизонт тебя уносит вдаль, Не забывай меня, Не забывай меня. Пусть тебя волнует океан, Будет непросто, Не гаси в душе огня. Мой ангел, Ты расскажешь мне, Как мы вместе будем на земле, Нету границ, лети. Лети, ты моя музыка, Ты не иллюзия моя, Лети, ты моя музыка, Самая лучшая моя, Мой гад. Лети, ты моя музыка, Ты не иллюзия моя, Лети, 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 ты моя музыка, Ты не иллюзия моя, Лети, ты моя музыка, Ты не иллюзия моя, Лети, ты моя музыка, Самая лучшая моя, Моя музыка, Моя музыка, Моя музыка, Моя музыка, Зарядили прям энергией, Дэдсингл сейчас летит. Новый день. Яркие возможности, новые впечатления. Да, наша популярная рубрика продолжается. Ну, начинай, рассказывай. Ну да, сегодня напоминаю, друзья, кто, может быть, запамятовал, что сегодня на календаре 14 марта. И вот что происходило в эту дату. Ну, например, сегодня отмечается Международный день рек, либо другой название имеет Международный день действий против плотин. Вот так вот. Ранее он имел именно такое название. И даже там добавка была такая за реки, воду и жизнь. Понимаешь, вот он известен в мире как Международный день действий против плотин. Ну, в начале, конечно же, такого движения, вот, например, в 1998 году, да, совсем, в принципе, недавний, кажется. А так, если посчитать, то уже лет 20 прошло почти, ну, 19. В этот день прошло более 50 акций протеста более чем 20, друзья, странах мира. Поэтому он, собственно, и имеет такое международное название. Эти страны стали Бразилия, Индия, Таиланд, Австралия, Россия, Япония, США. Да, и вообще в первый год более 10 тысяч неравнодушных людей приняли участие, а потом уже перевалило за сотни тысяч. Хорошие праздники, я считаю. Я считаю, что правильные, потому что, на самом деле, сохранять вот пресную воду на земле – это просто наша необходимость. Также сегодня, друзья, Международный день Пи. Да, ты помнишь, между прочим, длину окружности? 3,14. Это не длина окружности, это число Пи, это самое Пи, 3,14. Ладно, рассказывай. Да, у меня просто в голове вот именно эта цифра. Да, придумал это неофициальный праздник физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат месяц, число, день, 14 марта, совпадает с первыми разрядами числа. 3 – это март, да, а 14 – это, ну, собственно говоря, день. Ну, очень многие, на самом деле, праздники, как раз-таки ассоциированные с числами, попадают на те даты, какое численное исчисление они имеют. Численные исчисления, так можно вообще сказать? Друзья, ну, простите, сегодня утро. С какими числами они, собственно, совпадают, да? Вот, например, про день кошек мы как-то говорили, что нянь-нянь-нянь по-японски, вот, в Японии 2-го, 22-го февраля отмечается. А вот день Пи, 3-е, 3-е месяц и 14-е число. Ты знаешь, этот праздник когда-то в студенчестве, в физике, наши вот ребята с параллельных факультетов очень даже отмечали. Ты была знакома с физикой с параллельных факультетов? Ты с ним была дружна? Дружна была, и даже знаю, что этот праздник для них был очень важен. Я не знаю, как отмечали физики, я, честно говоря, одни Пи узнал вот сегодня. Правда? Конечно. Ну, понятное дело, что в школьной программе все учат, что такое Пи, и всякие разные формулы, и Пи Р-квадрат, я помню. Ну, вот не зря. Ученые математики любят этот праздник, отмечая его разнообразными физико-математическими и кулинарными мероприятиями. Представляешь, они выпекают большие круглые торты. А я думал, они в форме Пи выпекают торты. Вот, и вся команда рассаживается вокруг магического круга, ну так магического, да? Как правило, у нас нарисовано Пи в центре. Угощаясь и рассуждаю об относительности этого необычного числа. Я бы не хотела попасть в такую компанию. Почему? Ну, потому что, мне кажется, там такие умные темы. Слишком. Ну, вот ты говоришь, что вокруг магического круга, да? На самом деле, по поверьям, суть по поверьям, ты не зря это употребила термин. Потому что, как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими как раз-таки магами. И оно использовалось при строительстве знаменитой вавилонской башни. И, однако, недостаточно точное исчисление значения Пи привело к краху всего проекта. И вот, возможно, что эта математическая константа как раз-таки лежала в основе строительства легендарного храма царя Соломона. И примечательно, что Международный день числа Пи случайно или умышленно совпадает с днем рождения одного из наиболее выдающихся физиков современности – днем рождения Эйнштейна. Ну, вот, как говорят люди, знающие, видимо, и число Пи, и физиков, и математиков, что ученые и любители математики очень любят этот праздник, отмечая его разнообразными вот как раз-таки мероприятиями. Также сегодня День православной книги, очень интересно, и Овсень Малый. Ой, поподробнее, что такое Овсень Малый? Мне так интересно всегда вот эти старые… Да, славяне встречали Новый год в первый весенний день, 1 марта, а по-новому стилю это 14 марта. Да, друзья, на самом деле, ну и первое число января, которое мы отмечаем как Новый год, оно тоже пришло не сразу. Когда-то отмечали и осенью, 1 сентября. Да, и видите, и весну, и многие народы, и также и наши предки отмечали именно вот Овсень Малый день. Примечательно, что, например, в этот день, 14 марта 1956 года, 61 год назад уже, как бы все-таки летит быстрое время, сказал я. Не знаю, что было в 56-м году, друзья. Американская компания Ampex, 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 Ampex пусть будет так, продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон. Вот так. До начала 50-х единственным возможным способом записи видеоизображений и его последующей демонстрацией была кинопленка. Но в этот период телевидение начало бурно развиваться, и как раз-таки вот такие технологии уже пришли, так сказать, на спину старым. И мы этому факту очень рады. А теперь, мне кажется, видеомагнитофон... Вытеснили. Видеомагнитофон. Ну, вообще, за последние 15 лет мир в этом смысле шагнул, ну, семимильными шагами, я считаю, вперед, потому что еще лет 15 не было такого разнообразия. А сейчас мы взяли какой-нибудь гаджет и там уже посмотрели спокойненько любое видео. Ну, неужели у тебя дома нету огромных вот этих вот коробок с кассетами? Огромных коробок нет, но фильмы есть, кассеты есть, записи вот этого вот там, не знаю, дней рождения, еще чего-нибудь такого. Оцифровал все? А вот еще пока что, честно признаюсь, не сделала. Вот я недавно, кстати, нашла вот эти кассеты, включила, ох, какая красота, детство, мое детство нужно оцифровывать, друзья. Ты думаешь, красота, это вот снято любительской камерой, тебя на фоне старого ковра. В этом и есть вся романтика, понимаешь? Вот так вот даже рукава лотератора. Помнить, как это было, друзья. Самая, мне кажется, романтика посмотреть на себя вот в том, в детстве, каким ты был, потому что сейчас все равно, даже смотря старые фотографии, не совсем понятно. А когда ты смотришь видеозаписи, это более, мне кажется, полная картинка. Конечно. Также в детстве мы очень хорошо с широкой ногой, как говорится, отмечали именины. Кстати, у Анны сегодня именины. У кого еще сегодня именины, мы расскажем вам чуть позже, в следующем выходе. А пока что прервемся на замечательную музыкальную паузу. Будем ли кишоу, никуда не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» 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 Новый день Продолжаем прямой эфир, продолжаем и рубрику «Новый день». Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот такой вот он был замечательный, выдающийся физик-математик Ну и сегодня мы раскрываем одну очень интересную, яркую, вот Максим даже заулыбался, тему, которая ему близка Ну начинай, рассказывай Мне близка? Мне кажется, близка всем, потому что недаром говорят, что творец, создавая человека, создавал его из глины, друзья Всем известная, как раз-таки, глина, с детства знакомая Ее у нас много и в республике, да и вообще по всей планете. И как здорово, что ее на самом деле много открыли. Ее люди использовали много тысячелетий назад. Есть глиняные изделия, которые датируются 32 веком до нашей эры, представляешь. И вот такие вот кружечки тоже сделаны из глины, правда? И Максим даже одну из кружечек сделал сам. О том, что мы делали и как мы делали, будем говорить чуть попозже. Пока что, друзья, у нас рекламка, а потом вернемся и будем говорить на эту интересную, длиненную, керамическую тему в нашем прямом эфире. Всем доброе утро. Мегамол на день рождения. Все придем мы без сомнения. 19 марта веселимся в звездной компании. Для вас принцесса Мегамол. Гала-концерт звезд чувашской эстрады. Подарки и призы. Старт в 12 часов. Подробности на сайте megamol.ru. Без возрастных ограничений. С 24 марта по 9 апреля у гипермаркета Ленда. Цирк Шапито, золотая арена. Медведи под куполом цирка на шен-тропе. Обезьяны, шоу на квадроцикле и многое другое. Лови момент. Весь март в магазине светофор. Свинина 139,90 за килограмм. Курага 1 килограмм 99,90. Яркий солнечный свет ослепляет вас за рулем. Хотите повысить безопасность и комфорт при вождении автомобиля? Решение есть. Оправа солнцезащитной магнитной насадкой. Акция «Навстречу солнцу». Только до 31 марта со скидкой 50%. Они активные, талантливые, смелые. Они отличные студенты. Самые яркие представители учебных заведений столицы Чувашии сражаются за звание лучшего. Смотрите программу «Отличные студенты» в эфире национального телевидения Чувашии каждый вторник в 20.30. Участники проекта. Чебоксарский медицинский колледж. Чувашский государственный университет имени Ульянова. Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. Волжский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Партнеры проекта. Первая оптическая компания. Фирма художественных промыслов в Агадзере. Чебоксары во всем для меня милее Нижнего Новгорода. Так сказала о столице Чувашии императрица Екатерина II, когда путешествовала по Волге и знакомилась с губерниями Российской империи. У города более чем 500-летняя история. Увлекательная прогулка по Чебоксарам расскажет вам о важных датах и событиях. Рецепт дня. Это будильники шоу, друзья, мы продолжаем. А коль мы заговорили о глине, то самое время поделиться каким-то таким интересным рецептом. И не только рецептом, друзья, а вообще рассказать, что это такое. Глины, ее много. И в зависимости от своего состава и места происхождения она бывает совершенно разная. И даже имеет разный цвет. Глина может быть белый, желтый, красный, голубой, серый, коричневый, зеленый и даже черный. И в зависимости от этого как раз-таки имеет определенные свойства, обладает различными вот такими действиями на организм, например, человека. Ну давай поподробнее об этом поговорим. Глина белая представляет собой однородный, имеющий сероватый или желтоватый цвет. Цвет порошок жирный на ощупь. Ее советуют использовать обладателем жирной и комбинированной кожи лица. Замечено, что чем темнее оттенок глины, тем эффективнее она справляется с угревой сыпью. То есть если она белая и с желтым оттенком, она лучше справляется с оттенком? Да. Но если она черная? Вот интересно, что глина состоит из минералов. Размером всего в одну сотую миллиметра, представляешь? Ну интересно, глина действительно имеет такое свойство, ну всем известное свойство. Набирать сначала воду, потом принимать такую пластичную форму, а потом воду отталкивать. Вот такой интересный физический какой-то момент с глиной. Голубая глина, друзья, хорошо очищает, дезинфицирует кожу, улучшает местный обмен веществ, усиливает кровообращение. В ее состав входит калий, радий, магний, железо, фосфат и азот. Также голубая глина обладает противовоспалительным эффектом, предотвращает возникновение, опять-таки, прыщей. Поэтому, видимо, она очень используется и как скраб, и вообще в различных таких вот мазях и кремах, да, которые специально косметических, направленных, так сказать, на противовоспалительные действия кожи. Ну и, конечно, вот заживляет ран на коже, голубая глина считается. Интересно. Вот, кстати, желтая глина тоже помогает в борьбе с угревой сыпью, обогащает кожу кислородом, тонизирует, придает ей здоровый цвет, выводит шлаки и токсины при воспалительных процессах, а также устраняет целлюлит. Ой, вот на самом деле, мне кажется, те люди, которые занимаются вот этими всякими мазями и обмотываниями глины, когда-нибудь сколько раз ходила в глине, мазалась. Честно, когда отдыхала на море, ныряла вглубь, на дно, находили какую-то серую глину, обмазывались, и вот такая масса. И ходили, как поросята, разусные, довольные, да? Но кожа, правда, была потом очень шелковистая, нежная, не знаю, что за серая глина. Есть такое понятие. Но мне понравилось. В море купалась после этого? Да, потом все смывали, конечно. Ой, как здорово, друзья. Ну, у нас нет, конечно, моря поблизости, но, тем не менее, есть различные грязи лечебницы, которые, мне кажется, содержат эти глины, и можно и у нас найти подобную процедуру. Как здорово. Мне прям захотелось, знаешь, сейчас. Эффективно помогает при уходе за жирной кожей, пишет лица, зеленая глина. Интересно, какая она, вот эта зеленая глина, прям зеленого цвета? Скорее всего. Скорее всего, да. Она отлично сужает поры, избавляет от жирного блеска, имеет подсушивающий, смягчающий эффект и бактерицидные свойства. Помогает восстановить гидробаланс кожи и улучшить ее кровообращение. Вот все как раз-таки потому, что глина сама по себе, она вот впитывает достаточно и необходимое количество влаги. Поэтому, видимо, оказывает такое воздействие и на кожу лица. Красная глина помогает при покраснениях, раздражениях. У нас такой какой-то даже здоровый день. Медицинский, да. Мы сами, друзья, сейчас узнаем много интересного про то, что же связано с глиной, какие целебные свойства. Но надо сказать, что красная глина... Избавляет от шелушения, от зуда, как говорила я, содержит высокое количество оксида железа и миди. Друзья, на самом деле, издревле была знакома глина медикам. Ну, а сегодня есть несколько рецептов, которых нам поведает Аня. Ну, самый простой рецепт – маска для сухой кожи, кожи лица. Увлажняет, смягчает, снимает покраснение, придает бархатистов. Бархатистов? Бархатистысть? Ой, вот так вот я тороплюсь. Утро! Потому что хочется быстрее поделиться этим рецептом. Потому что это утро. Давай делись. Мед – одна чайная ложка. Лимонный сок – 40 капель, интересно. Белая глина в порошке – 1 столовая ложка. И вода – немного для густоты. Мед подогреть на водяной бане, добавить лимонный сок, смешать с глиной. К смеси влить немного воды для густоты. Состав распределить равномерно на лицо, можно и на шею. Выдержать 5 минут, потом смыть прохладной водой и наслаждаться. Друзья, это были медицинские показания, как примять глину. Что можно слепить из глины, будем говорить чуть позже. Появится у нас и гость в студии. Очень интересно, с нетерпением. Сами ждем и вам этого советуем в будильнике шоу. После небольшой музыкальной паузы вернемся и будем много интересного говорить про глину. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» 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 довольно-таки количество в регионе, там очень много железа, поэтому она насыщена вот такого красного цвета. Что такое ты сейчас взяла в руки? Очень красиво, безумно. Это раскрашено или это чисто глиняный цвет? Ты знаешь, это самый, наверное, натуральный кувшин, потому что он не покрыт глазурью. Здесь использована техника молочения, то есть сначала лепится горшок, затем он обжигается до красного состояния, затем обливается молоком и ставится в духовку. Прямо настоящим молоком? Да, обычным молоком, чем жирнее, тем лучше, ставится в печь снова минут на 15, и получается вот такая вот поверхность. Причем если ты наливаешь туда либо воду, либо молоко, она не впитывается. То есть это самое экологичное. Это из древности, когда не было глазурей, обливали именно так, декорировали. А сколько уходит времени, чтобы создать, допустим, вот такую кружку? Ну, у меня, наверное, уйдет минут 5-7, а у такого человека, как я, например, который придет в фирме, минут 20-25. Значит, можно за день сделать так кружек. Ты решила сейчас обращать кончанные кружки продавать, лепить, да? Фирменные. Ну, у нас фирменная кружка, это Ван Радио, между прочим. А что еще Максим сделал своими руками? Потому что здесь представлено много, да? Ну, я думаю, что сейчас на фоне таких потрясающих вещей, которые представила нам Ольга, старой техники молочения, не надо показывать то, что я делал. Вот это вполне достаточно, друзья. Вот это вот как раз-таки то, что моими руками возможно было сделать. Я думаю, что для вас тоже не составит труда, если вы придете обратиться к специалисту, который вас научит. Получите массу удовольствия. Я вот, знаешь, припоминаю из того, как раз-таки, курска, когда учил, я читал про глину, что как раз-таки в древности очень-очень-очень давно использовали масло. Вот, видимо, молочение, это как раз-таки покрытие вот этим жиром. Да, после того, как обмолоченный предмет выходит из печки, его покрывают льняным маслом. То есть это придает особую привлекательность, изделие блестит, но и опять-таки не впитывает воду. Ну, это очень безумно красиво, по мне, так и стильно, и очень как-то вот это все в тему. А рядом стоящее лицо, это что? А рядом стоящее лицо, это чайник. Это, наверное, тоже пришло к нам вот с Натальей Александровной, из которой мы лепили. Из древности вот эти вот идолы. Нет, мы, конечно, не поклоняемся язычеству, но вот почему-то это пришло. И тут была целая серия их. Такие вот скандинавские были чайники. Оль, есть ли у вас музей или где это все хранится, куда можно прийти посмотреть? Или как-то вы раздариваете все? Раздариваем тоже, конечно. Прийти посмотреть в мастерскую, поучиться этому, вытянуть для себя чайник, вазу, крынку. Пожалуйста. Вытянуть, знаешь, почему вытянуть? Потому что глина сначала формуется в такой столб, как он называется правильно? Так он и называется. Столб, так называется. А потом из него давится вот так вот, и уже в ложке так и получается. Уже даже, да. А потом все остальное уже долепливается, и очень вот так интересно получается красота. Ты знаешь, оригинальный подарок. Удивишь, когда придешь и скажешь, что я сделала это своими руками, может быть, даже что-то вырезать там или надпись какую-то сделать, то это очень оригинально. Друзья, прежде всего вы удивите себя, если пойдете лепить это все, потому что это безумно увлекательное, интересное и тактильное ощущение, которое вы получаете. И потом, если вдруг это что-то получилось эстетично, ну, вам, по крайней мере, нравится, это просто безумие и щенячий восторг. Да. И еще я слышала то, что некоторые молодые люди даже назначают свидание. За гончарным кругом. Да, в гончарной мастерской, они только вдвоем, и, ну, конечно же, мастер, и вот это вот все, вот эта красота, они вдвоем это делают, правда? Приходят парочки? Ну, вот до нас, наверное, это еще не дошло, но в Петербурге это очень большой популярностью пользуется, когда приходит именно, к примеру, пар, которая собирается пожениться, и вот как раз на круге они лепят свое будущее счастье, можно сказать так. Это либо тарелка для колец, либо это вот какой-то сосуд, который потом в ходе свадьбы играет какую-то роль. Интересно даже. И они вдвоем, да, сидят за кругом и вытянут. Оль, ну у тебя вот не только молоченые творения стоят на стойке, еще есть какой-то белый цвет поделки, если можно так сказать, и другой какой-то горшочек, я вижу. Да, ну вот здесь вот обычная глазурь, то есть если вот здесь вот поверхность матовая, то здесь мы уже видим блестящую глазурованную поверхность. Это как раз-таки то, чем сейчас заменяют молочение. То есть если раньше молочили, сейчас обливают глазурью. Многие, наверное, слышали о таком слове, как майолика. То есть это покрытие цветными глазурями. Вот как раз сейчас оно очень популярно, очень модно. Наверное, у всех дома есть майоликовые тарелки. Еще один тут вид. Совсем недавно я им увлеклась, хотя до этого, ну вот, как-то равнодушно к нему относилась. Это японский вид, называется он нерекоми. Это когда берутся 2-3 вида глин разного цвета. Они сминаются в разных частях и на круге вытягиваются. Вот такие вот получаются. Как будто планета какая-то. Да, кто-то говорит, что похоже на мрамор, кто-то говорит, что похоже на слои пород. Ты знаешь, сначала издалека, что это разрисованное просто. Да, многие говорят. Это, оказывается, из двух сортов глин. Это, друзья, видимо, из белой, сейчас Оль, мне не даст соврать, и из красной. Это таки глин. И интересно, по каким-то своим свойствам они различаются? Вот по воздействию на человека. Как воздействию на человека? Ну, наверное, в гончарном искусстве, наверное, нет. То есть здесь мы рассматриваем глину чисто как материал для лепки, для создания. Но кроме глин полно еще различных материалов. Это и шамот, это и фарфоровая масса. То есть их великое множество. Оль, ты сегодня будешь нам показывать, что можно сделать из глины, либо как это можно, например, придать какой-нибудь заготовке красоту в прямом эфире. Ну, наверное, да. Краски подглазурные у нас есть, и я думаю, что-нибудь мы сможем нарисовать. В общем, тему майолики мы продолжим совсем скоро. С вами, друзья, с нами Ольга Яковлева, керамист и специалист во всех широких смыслах слова. Оль не только делает из керамики потрясающие такие вот вещи, но еще и расписывает красиво. Этим она сегодня будет заниматься. Совсем скоро мы это увидим, как это получится. Ну, а мы учимся, Максим, и я, наверное, тоже приду к вам, тоже поучусь, тоже сделаю какие-нибудь кружечки. Так что оставайтесь с нами, друзья, это Будильники шоу. Самое интересное, актуальное все здесь. Добрым утром, еще раз. Утренний гость. Утренний гость. Продолжаем эфир, да, друзья, говорим сегодня о глине, о керамике. Да, мы вот так неожиданно, друзья, получилось, что мы ушли и вернулись. Но это прямой эфир, и очень здорово, что он именно такой. Воду тебе нужно будет, да? Да, мне надо воду, кисти и краски. Но пока что вот не смогли мы вот перейти на музыкальную паузу, что-то, видимо, произошло. Давай поговорим о том, какие можно вообще еще делать вещи. Вот лежит какой-то лепесточек, листочек, что это такое. Расскажи, какие бывают виды, может быть, покрытий, глазури. Майолику продолжи. Я знаю, что майолика пришла к нам из Древней Италии в этой седьмой собрали. Да, средиземноморская майолика. Я же приходил на мастер-класс, конечно. Я потом еще и читал про это, про все. Я же готов сегодня к глиняной теме. Не только вспоминала водоемы, когда я в детстве глушал, там купался. Майолика. И разные лаки, краски используются в тобой там. Да, майолика – это обычные цветные глазури, которые покрывают изделия. То есть там может быть нанесен какой-то цветочный орнамент, может нанесен быть какой-то геометрический орнамент. Все это очень красивое, яркое, разноцветное. И в последнее время очень много появилось в мире керамистов эффектарных глазурей. Почему эффектарных? Потому что когда их кроешь, создается эффект. Эффекты бывают разные. Есть эффекты золота. Вот сейчас у меня в руках перо, которое скоро будет вашим. Совсем-совсем скоро. Да, как его можно использовать? А как его можно… Я сначала расскажу про глазури. Здесь использована эффектарная глазурь павлин. То есть она при кручении изделия вот такие вот создаёт переливы и пятна. Покажи чуть в камеру, чтобы люди могли тоже видеть. Вот сюда. Как это всё блестит, как это создаётся. Вот фактура действительно – это перо. А эффектарный, ты говоришь? Да, эффектарный от слова эффект. То есть различный эффект. Может быть эффект бензиновых пятен, может быть эффект красной лавы, эффект павлина опять-таки переливчатый эффект. Эффект звёздной ночи. Вот давай раскроем секрет. Наверняка сегодня очень много техник различных, и вот этих лаков красок, которые используются, чтобы появляться всё больше и больше. Можно ли при обжиге, при обжиге предугадать, насколько будет цвет таким, который ты хочешь получить на выходе? Очень интересный, Максим, вопрос. Да, я знаю, я знаю, поэтому, друзья, чтобы вам было интереснее, хочу, чтобы этот маленький секретик был раскрыт. На самом деле нет. То есть великое множество глин, великое множество глазурей, и не всегда получается предугадать, что же получится. То есть, в принципе, к примеру, с утра ты в печку ставишь изделие, которое покрыто, на твой взгляд, очень красиво, ровно, аккуратно. Из печи выходит совсем не то, что ты ожидала. Цвета совершенно не попадают. Попадают, глазури растекаются, в общем, ведут себя очень иногда плохо. А мне вот интересно, получается ли сделать изделие так, как оно запланировано? И делаете ли вы по какому-то рецепту, по каким-то параметрам, размеры соблюдая? Или вот получилось творение такое, как вот от души? Что получилось, то получилось. Ну, конечно, если это заказ, то, да, естественно, мы отрабатываем сначала эскизы, прописываем их в цвете и уже затем готовим на черепочках, мы обжигаем глазури. То есть, это такие небольшие заготовочки, куда наносится глазурь, обжигается, вынимается из печки. Мы смотрим, какая глазурь как себя повела. И уже на оригинале мы пытаемся приблизить это к идеалу. А так... Раскрой секрет самого сложного у тебя заказа в плане того, что вот, например, ты пыталась получить исключительно розовый оттенок, а он не получался. Ну, я имею в виду вот в плане непредугаданности. Или не помнишь? Даже не помню, наверное. Все хорошо, все-всем довольны. Ну, ты знаешь, вот я работать начала с глинами, вот с этими, совсем недавно. До этого работала с не русской глиной, сейчас с русской. То есть, у наших глин очень большая усадка. То есть, усадка... Что это означает? Вы лепите изделие, оно получается, к примеру, ну, вот такой вот формы. Все понятно. После сушки оно усаживается, после обжига оно еще усаживается. То есть, вот у наших глин очень большая усадка, процентов 15. То есть, изделие уменьшается. То есть, она содержит много воды? Да. Скорее всего, так. Ну, а раз мы заговорили о самом необычном, да, вот цвете, может быть, Оля поделится о самом необычном заказе или творении, что было сделано или сложно, или самое большое массовое по размерам? Я расскажу, наверное, даже покажу. У меня, по-моему, есть здесь. Вот у кого-нибудь из ассистента хочется попросить, чтобы нам подали, раз уж мы не уходим на музыкальную паузу, чтобы действительно в эфире появился у нас какой-то интересный объект новый. И Ольга рассказала. Да, я расскажу. Это небольшая картина, которая находится на дереве. Керамический ангел, он сидит. Спасибо большое. Иногда в голове созревают такие вещи, которые ты хочешь быстрее сделать, то есть выплеснуть. Вот сидит идея в голове, и ты думаешь, как же ее воплотить в бумаге, в керамике, в дереве. И приходят вот такие вот интересные вещи, то есть тут была идея Светлой Пасхи, и мы решили сделать такую серию ангелов. То есть они у нас разные, архангелы, ангелы. В общем, вот такая вот очень интересная вещь. То есть не только из центрованного материала мы лепим, но и лепим из пластов. А что сложнее? Сложнее, наверное, для меня сложнее лепить из пластов, потому что это все-таки очень тонкая ювелирная работа. Здесь нужно думать, здесь нужно придумывать. А за кругом сел, слепил, вытянул, растянул форму. Ну тут уже художник вот как-нибудь. Да, здесь уже художественная полностью работа, работа с теком, работа руками. Ну и она очень такая ювелирная. Самое, что мне нравится, использованы натуральные материалы, которые очень хорошо, по мнению моему, сочетаются. Это дерево и глина. А это вот что? Это какие-то... Это краски или эмали? Это глазури. А вот смотри, эмали и глазури, чем они отличаются? Это одно и то же. Это одно и то же. То есть, да, их начали называть эмалами, теперь это глазури. Понятно. Давай тогда проясним, знаешь, какой вопрос? Вот есть у нас, например, у всех дома фаянсовые тарелки. У кого-то было раньше модно, в особенности во времена наших родителей и бабушек, и дедушек, ставить какой-то фарфор. И есть фарфоровые тоже вот вещи. В принципе, это все глина. Чем отличается? Ну, с содержанием веществ, которые находятся. То есть в фарфоре, к примеру, нет вообще оксида железа. То есть за счет этого он белый, прозрачный. В Китае придумали фарфор. Наши потом тоже, по-моему, да, друг Ломоносова тоже изобрел формулу фарфора. Точно не могу сказать, кто изобрел, но я точно знаю, что фарфор, для того, чтобы он был прозрачным, он выпекается при очень больших температурах. Как раз-таки он оплавляется, и именно оплавка помогает или преобразует его в такой материал, как стекло, и он вот просвечивает. Как раз-таки, если хотите вы проверить, настоящий это фарфор или нет, посмотрите на какой-нибудь свет. Если просвечивает руки, то фарфор как раз-таки настоящий. А фаянс? Фаянс это тоже практически та же белая глина. Почти тот же ведь имеет состав, но только вот обжиг другой и еще что-то там. Да, там, ну вот вся плитка, которая у нас есть дома, фаянсовая, санфаянсовая, там идет одинарный обжиг. То есть, если это изделия какие-то более декоративные, там два обжига. Сначала идет просто обжиг, получается матовая поверхность, а потом уже глазурой. В фаянсе, в санфаянсе, все, что у нас дома, это одинарный обжиг. Ну что ж, хочется посмотреть, как все это вырисовывается, конечно, как все создается. Да, мне безумно тоже хотелось бы посмотреть после музыкальной паузы, вернуться в студию, чтобы Олья нам уже показала, как своими рученьками можно создать потрясающий эффект и нарисовать на глине, на этом издревле знакомом материале что-то интересное и красивое. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь, это будильники шоу, музыкальная пауза, далее услышимся и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА красивыми работами, которые налепил Максим. А, Максим в том числе, да, Таман Радио, кружечка. Таман Радио, да. Да, лично я узнала много, что глина, керамика, какие глазури, все это бывает. Сейчас ты сейчас на меня так смотришь, узнала, но представления не имеешь. Но мне захотелось окунуться в это искусство и тоже что-то налепить смастерить. Хорошо, что ты сказала искусство, потому что, видишь, когда искусство, это надо делать вот в таких вот табличках, как я сказал, правильно-то не вылепить, а что это? Слепить из пласта. Из пласта, да, вот это сначала, видимо, скалочкой раскатать. Да, ты же знаешь, да, скалочкой раскатать. А, нет, вот этого я не видел. А мы не делали с тобой. Нет, мы с тобой нет. Только накрубили. Скалочкой, ну правильно. Да, как тесто на пельмени раскатываешь, вырезаешь. Ну, да, еще есть другое выражение, что глины – это тесто божье, вот как раз-таки вот так и получается. Отлично, подарок к Пасхе. Да, ну вообще подарки, конечно, замечательные. Я вообще воодушевлен сейчас вот этими молоченными вещами, потому что мне кажется, это настолько энергетический какой-то теплый и правильный материал, который… Ну, по ощущениям еще, да, стоит. Причем глина ведь, она же очень быстро вбирает вот необходимое количество тепла и забирать не нужную энергетику еще, считайте. Да, и это мелкая моторика, все равно вот даже если детки будут что-то лепить и делать, это мне кажется очень хорошо. Да, приходят и дети. Ну, а если, друзья, у вас весеннее настроение, как правильно за эфиром сказала Оля, то все цветет и расцветает, и в вашей душе различные краски, глазури, эмали и все такое прочее существует для того, чтобы расписать, ну, не только такие вот кружечки у меня, как вот молочным цветом получился, с золотистыми, между прочим, вставками, а можно и различные другие всякие красивые вещи. Ольга, спасибо большое за эфир. Что скажете нашим телерадиослушателям? Ну, прощай. Приходите лепить счастье, раскрашивать его в те цвета, в которые вам хочется, и чтобы весна была яркой и красивой. В общем, лепите, друзья, свое счастье своими руками, а Ольга Яхлёв вам в этом поможет. Легко. Друзья, мы переходим в радиоформат, это будильники шоу, но сегодня мы с вами в телеформате прощаемся. До четверга. До четверга. А нам впереди много всего интересного. На волне стоит рефер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова